Ура! И пляж! Я пошел! Вот эта вот вся машина, это глиняный блядский колоск. Есть спать, есть спать. Сопли, сопли. Полная хуйня. Не понял нихуя. Уплочено, надо пить. Эх, ребят, сейчас мы искупаемся. Морокко, это мусульманская страна. Вообще жестко страшно здесь ехать. Быстренько, надеюсь, меня здесь не грохнут сейчас. Путин стрей жули. Русский заебитель. Я даже не знаю, существуют ли такие слова, которые смогут передать сейчас состояние. Так ребятки, всем привет, вы как обычно на канале своим ходом и это первый выпуск нашего бомбического велопутешествия по трем странам. Португалия, Испания, Марокко. Нас ждут примерно вот такие пейзажи, будем спать в палатках, передвигаемся на велосипедах и собственно будет куча-куча приключений. Перевыпуск, погнали. Начинается наш велопоход в квартире в нашей, потому что смотрите, наши велосипеды разобраны, все наши старые покрышки все выкидываем, чтобы было все надежное, крепкое. Заказали себе новые покрышки, новые камеры, новые велочехлы, в общем все новое. Мы сняли наши деревянные сидушки от великов. Лизина моя, смотрите, и поставили только что новое. Офигенное седло, стоит 4500 рублей. Это специальное мужское седло и у Лизы, смотрите, такое специальное, для женских попок, сочное. Новая резина, все новое. Велики перед поездкой мы сдали в ремонт, выпрямили все диски, восьмеркой убрали, короче, полный фарш. И самый важный этап, это упаковка велосипедов в велочехлы. Свой я уже упаковал, сейчас вам покажу, пусть это дело происходит. Обязательно немного спускаем камеры, потому что внутри самолета, когда там давление, они могут взорваться. После того, когда мы спустили наши камеры, самая главная задача зачистить вилки, потому что у нас вообще очень много велосипедов будут в самолете, все они будут стукаться, биться, там еще пересадка, представляете, сколько геморроя будет грузчиком. Они все будут кидать, безалаберно делать, поэтому я изготавливаю вот такие вот, картонные специальные насадки на вилке. Самое главное то, что защищается тормоз, потому что его реально могут разбить, поэтому так вот делаем. То же самое я сделал для своего велосипеда и все, осталось наш велосипед упаковать в чехол. Если вы заметили, переднее колесо обязательно снимаете, чтобы руль можно было повернуть и он уместился в чехол. У нас специально есть чехол для этих передних колес, у меня и у Лизы. Все просто делается, Наталья берется. Очень просто, справится любая девушка. Еще еще нужно будет нам снять обязательно сидушку, так все это дело выглядит, видите, берем. Остался последний штрих, у нас 23 килограмма можно будет сдать багаж, я уже завесил велики, просто велик с чехлом, весит 17 килограмм, еще можно добавить 6 килограмм. Сидушку мы отдельно кладем вниз, вот сюда обязательно. Берем колесо треннее, тоже сюда запихиваем и еще 6 килограмм сверху напихиваем и все, и мы отправляемся в наш грандиозный подчерк. Вот так наш чехол выглядит, так можно сколько он-то взял, и все, и водопорт берешь. Спокойно, легко, 23 килограмма. Тут немного запыхался даже на двух квадратных метрах, ты вообще выдержишь этот поход? Билет у нас получились 23 тысячи рублей туда-обратно, и давай расскажи, потому что людям интересно вообще, как покупаются билеты. Частый вопрос. Мы пользуемся поисковиком дешевых авиабилетов, которые называются Aviasales. Это такой агрегатор, где собраны все-все компании, и с помощью него вы можете найти себе самый дешевый билет. Мы летим из Питера в Лиссабон. Вы выставляете даты и нажимаете кнопку найти билет. Вы просто выбираете нужную вам компанию и нажимаете купить. Билеты приходят вам на электронную почту, вам не нужно ничего заранее распечатывать. Вы просто приезжаете в аэропорт, вместе со своими паспортами подходите на стойку регистрации, вас регистрируют и выдают вам посадочные талоны. Все, вы летите. Так, у нас, смотрите, велочехлы и велики большие. Вон еще один чехол с великом. Мы заказываем грузовой автомобиль. У нас всего час, чтобы доехать до аэропорта. То, что машинку мы взяли на час. Капец, у нас здесь просто такой дубачело. Сейчас мы уже буквально к вечеру будем в Португалии. Это первая страна, откуда начинается наш маршрут. В Португалии, потом в Испанию и потом в Марокко. Из Марокко обратно в Россию. Растем уже в аэропорту. Вот наши велики. Братан мой Темыч, друг Анна Женя. Вообще нас пока четверо. Сейчас нам здесь на стойке регистрации все наше дело оклеймят. И мы сдаем велики не здесь, потому что они негабаритные. Идем в негабаритку, там будем все сдавать. А с собой берем только ручный уклад. И вот, видите, чтобы велики нам сдать, мы подходим вот сюда, коридору, где негабаритный багаж. Там сейчас все это дело сдадим. Так, ребята, наша команда пополняется. Внимание, Катюша снова с нами. Такое ощущение, что два года прошло, а как будто вот вчера мы только вернулись и снова в новый поход едем. Давай, Димон, привет. Как будто вчера виделись. Антон. Угу, сверху. Вот так вот хочу. Ребята, мне запретили съемку. Здесь режимный объект. Позже вас со всеми познакомлю. Все, прощай, Санкт-Петербург. Мы загружаемся. Летим мы сейчас авиакомпанией Австрия. Да, очень много свободного места под ноги. Можно все удавы вытянуть. А еще в Пулка два раза подошли и сказали, что нельзя снимать. Да. Сейчас бы я остался в Питере. В общем, нам лететь два с половиной часа, потом пересадка. До Вены летим. Да. И из Вены уже в Лиссабо. Мы просто ждем, не дождемся, когда сядем на велике и две недели будем гудить педали. По трем разным странам. У нас тут время обеда, ребята. Нам принесли какой-то обалденный обед. Давайте заценим. Горячие булочки. Только что из печи. Видимо, они здесь в салоне. Прям есть печь для булочек. Выпекают сами. И вот такая вот треугольная конструкция. Здесь, короче, какой-то кексик яблочный, что ли. И вот такой салат с курицей. Это какой-то просто огонь. Мне уже нравится эта авиакомпания. Стихокулевый салатик. Резонную булочку прям намазывают. Это лучшее, что я ела в самолете. Я вам больше скажу, ребята. К нам подъезжает вино и сок. Они просто поразили все мои воображения. Прошли второй раз, спустя полчаса, и еще вина налили. Вообще, красавчики. Чтобы все компании такие были. Просто два с половиной часа варен. Обычно ты сидишь такой скупоженный и тебе ничего не дают, кроме такого бутерброда. Сейчас будет пересадка, и потом еще повторим два раза. Мне кажется, свину было очень вкусно везло. Не знаю, у него до сих пор шутки какие-то на уровне, не знаю, детского сада. Вы понимаете, это считает человек очень смешным, знаете. Сидит и смеется. Сам пощутил, сам засмеялся. Первый перелет прошел успешно. Идем на пересадку. Вена, то место, куда мы сейчас прилетели, это столица Австрии. Это наша следующая транзитная страна, в которую я заношу список. Просто так. Сейчас куплю еще магнитик. Все, у нас уже закончилась пересадка. Мы сейчас летим из Австрии в Португалию. Вот такая компания Air Portugal. Подъем, подъем. Жуткий перелет какой-то. Первое хорошо было, а на втором все встали. 11 вечера по местному времени, а нам нужно сейчас выгрузиться, получить наши велосипеды, собрать их каждому. А мне вообще нужно два велика собрать, потому что, Лиза, вот здесь моя жена сидит, придется задавать их работать. Здесь специальное место, где приезжает негабаритный багаж. Короче, вот такая вот картина нарисовалась. У меня тут два велика. Все, мы тут нашли такое место прямо у выхода из аэропорта. Собираем велосипеды. Наши фирменные насадки самодельного производства сработали. Все цело. Вот, вы же туристы. Вас надо досматривать. Я ему говорю, как нас досматривают. Я ему такой, ну, все вот. Ну и что вы? Такой, все вот, все вот. Тут вам не раша, блин, вообще. Это Португалия, блин. Ну все, у Димона новая прическа, вообще такая модная просто. Стрижка гангстера на велосипедах. Что это за цветочек ты устанавливаешь на руль? Чтобы миленький был. У меня теперь муж есть, чтобы велик собирать. Раньше еще такая типа. А, сейчас все? Сейчас все по правилам. Вот отсюда это чисто смотрится, как лагерь бомжей. Вот еще здесь спать лечь, вот в таком виде все оставить. Будет прям вообще норм. Катя, расскажи, все вещи у тебя долетели? Да, все. Я вот велик даже собрала санкционерную. Правда? Сама молодец какая. Смотрите, секрет просто. Откручиваете переднее колесо и все. Не надо велик разбирать на все запчасти. Ребята вообще серьезно подошли к делу. Просто целый ремкомплект. Офигеть, стяжки даже есть. Вау. Мы с тобой дружим. А можно взять клей? Понюхать? Ну что, вся банда готова. Все велики собраны. Музычка заведена. Мы отчаливаем от аэропорта. Это только еще полкоманды. Остальная часть команды приехала уже нас ждет в лагере. Потому что они вылетали не из Питера, а из других городов. Ах, это незабываемое чувство. Мы снова на велосипедах. Кстати, сидушка новая вообще огонь. Блин, как же я долго этого ждал. Наконец-то новый велопоход. Новые три страны. Время сейчас уже 2 часа ночи. Мы отъехали недалеко от аэропорта. Все магазины 12 уже закрываются. Сейчас 2 часа ночи. И мы заехали просто на заправку. Есть магазинчик маленький. Купили максимум яблоко, воды. Больше ничего нету. Поэтому сегодня терпим до утра. Плюс стражу будем кушать сегодня. 2 яблока. Евро 60. Нормально, да? 2 золотых яблок. Ужин для нас. Все такие модные у нас. С музыкой едут. Мы уже проехали 3 километра. Нам еще осталось 7 километров до нашего кемпинга. Районы, кварталы, жилые массивы Лиссабона. Мы уже добрались до кемпинга. В полнейшей темноте ставят себе палатки. В общем, по 9 евро у нас человека получилось. А наша палатка установлена вот здесь. Сейчас сделаем наши самонадувающиеся коврики. Закидываем и спать уже нужно. Прикиньте, ребята, время 4 часа утра. Мы только добрались до лагеря. Капец. Итак, друзья, первое утро нашего велопохода. Мы только что проснулись. Сейчас время 10.40. Но вчера легли в 5 утра, наверное. В общем, наша палатка. Выползаем. Ну, как-то вот так вот наш лагерь выглядит. Велосипеды прицеплены к деревьям. Палаточки стоят. В этом кемпинге вообще еще есть всякие эти бунгало, которые стоят в 2 раза, чем мы сейчас живем в палатках. То есть в палатках у нас вышло по 9 евро с человека, да? А так бы было примерно по 18 евро с человека за бунгало. Как мы поняли, ребята, в этом кемпинге душа нет, поэтому моемся мы вот так. Слава богу, здесь есть горячая вода. И то круто. Так что доживаем как можно. Спарта! Я нашел в туалете розеточку. Здесь тоже есть розетки. Но эти розетки, как вы помните, когда в Исландии мы были, там такой специальный переходник должен быть. У нас его нет. И поэтому сейчас я иду в туалет. У нас есть чайник с Лизой. Берем водичку, ставим, кипятим и заливаем кашку. У нас 2 кашки есть. Вот так все это дело выглядит. Чайничек. Розетка. 2-3. Так что мы взяли пластиковых и в них насыпали кашу. Сейчас зальем и готово. Вот и все, ребята. Мы покидаем наш лагерь. Первая ночь закончилась. У каждого есть своя рация. Чтобы, если что, мало кто-то встал по дороге, сказал, что у меня проблем, подождите меня. В этот раз мы более подготовлены, чем в прошлом дело походе. Весь прикол в том, что, смотрите, у всех ребят рации разные. Здесь еще Моторолла. Не нужно одну волну поймать. У нас 0-0-0. Это зачетная темка. Зацените. Powerbank, который заряжается от солнца. Видите, такая солнечная батарея. Раскладная вообще для похода. Тема. Короче, пока здесь все настраивают свой рад. Сейчас вас со всеми немного познакомлю. Смотрите, начнем. Саня. Всем привет. Откуда ты, Саня, расскажи. А я с Подмосковья. С Подмосковья. У нас город Сергей. Короче, полбанда из Питера, остальные из других городов России. В общем, Санек, раз. Маша. Здравствуйте. Вы все уже знаете. Привет. Андрюха. Вы больше не знаете, теперь будете знать. Давид. Привет. Откуда ты, Давид? Я с Москвы. Давид тоже с Москвы. Видите, у нас, как я говорил, банда реально. Половина с Москвы, половина из Питера. Привет, Саня. Все правильно, я всех запомнил. Ты откуда, Саня? Из Москвы. Тоже Москва, понятно. Тебя как зовут? Я Лиза. Лиза? Ты откуда? Я из Питера. Так, ну это мой тезка, Виталик. Ты откуда? Из Германии, Гамбург. О, Димон. Ты откуда? Из Домодедово. Славный город Домодедово. Домодедово. Короче, Москва. Тоже Москва, да? Подмосковья. Окей. Жени из Питера. Так, ну здесь вы знаете всех? Прокручиваете, ты из дома. Дима, Антон, Татя. У меня знаешь, из-за чего прокручиваются. Старые. Воины велопоходов. Старички. Вообще с самым необычным именем у нас. Зовут его знаете как? Эверт. Это не кличка. Эверт, да. Имя, Эверт. Это эстонское, да? Да? Да. Сейчас хотел узнать, откуда я? Да, откуда? Да, Германия, город Майнс. Ага, все. То, что 40 километров от Франции. Ну, недалеко там. Масштаб нашего мероприятия, конечно, поражает. Такого еще не было. 16 велосипедов. 16 человек. И неизвестно, сколько доедет до конца. Запомните эту колонну, ребята. Потому что такое не каждый раз бывает. А вот и Декатлон. И что интересно, он находится прямо рядом с кемпингом. Даже далеко ехать не пришлось. Нам нужно затариться, купить себе недостающие вещи. Потому что у кого-то камера дома забыла. Кто-то фонарик забыл, вроде меня. Вот видите, его нет. Я вот такой выбрал. 30 евро стоит. Ну, что делать? Просто взять. Мы еще купили на 8 евро 30 центов. Такие вот батончики протеиновые. У Лизы, как обычно, проблемы со звездочками. И, как обычно, мастер Антон, спец в этом деле, нам помогает и вручает. Подкручивается. Антон как раз за день заработал себе ящик портвейна. Обеспечил просто себе проживание в Португалии. Лиза взяла себе вот такой вот шейкер. Батончики вообще огонь. Очень вкусные. Короче, история такая, ребята. Мы должны были сегодня весь день посвятить исследованию Лиссабона. Все посмотреть там на мост, съездить. В итоге время уже 2 часа дня, а мы должны были в 12 уже поехать. И до сих пор чиним все велосипеды. Потому что у всех непонятно почему половины поломались велики. У Лизы до сих пор идет ремонт. Это вот Лиса Эбон передает вам привет. Димон уже отдыхает в палатке в Декатлоне. Отлично, проводим время в Лиссабоне. Приехали в Лиссабон в первый раз в жизни. Что еще делать? У нас первая травма, ребята, с ножом. Пол пальца уже отрезали. Фига, ты нормально располосывал, да? Да. Детям не показывали. 18+. Видите, все, вот этот дружок. Казалось бы, мы уже почти уехали, но Катя купила себе подножку для велосипеда. Все посмотрели на Катю, побежали в магазин и купили подножок себе. Вот раз подножка пошла, вторая подножка пошла. У нас ничего не получается настроить. Это настолько убогие звездочки. А ты уже встал и хотел все бросить. И опять все отчинить. За камеру. Да, да, да. Цензура. Смотрите, какая у меня теперь розовая, маленькая бутылочка. Она многофункциональная. Она вот так вот все по-всякому делает. Здесь блокировка. Есть вот так вот. Это открыт, да? Потом вот так оп. И вода будет лить сейчас. Штука специальная для изолятора, да? Что такое изолятор? Такая штучка открывается. Смотрите. Там вот такие вот таблетки. То есть вы их закидываете, вот они такие большие. Разбавляете водой и все. Вы полны энергии и сил. Я тоже не удержался от такого соблазна и поставил себе подножку. 8, 9, 10. Все. Знаете, как бывает? То есть вот у нас велопоход. Его назначили, короче. И все такие, да, мы едем, едем. И, короче, велики у всех валяются там на балконах. Никто ничего не готовит. Приезжают сюда, колеса накачали. Оказывается, велик весь разлобен. Подготовка по-русски. Молодежь максимально не готова. Распаяцались совсем, да? Мне ремонтировали звездочки. Почти все сделали. Но чуть-чуть все-таки не до конца работает. Там через 4 переключается. Что Антону купит в портфейне? Антон заслужил, да. Димон уже успел в магаз бегать. Смотрите, здесь продается. Балтика, шестерка. Девятка тоже продается. Огонь. Портфейны, короче, набрал. И вообще на многих продуктах, которые в магазине, реально все прям по-русски написано. То есть они прямо из России все делают. Завезут туда и продают. Ах, эти магазины Европы. Мы зашли в магазин Джамбо. Это огромный просто, огромный, мега-супер гипермаркет. Здесь реально столько всего продается. И нам нужно сейчас затариться едой на сегодняшний день и на завтра на утро. Здесь уже у нас сладки взяла. Смотрите, только сладки стоят 3 евро. Санкционочка. Санкционочка. Смотрите, сколько сыра, блин. Сыры всякие, бри. Столько всего. Здесь всякие развязки. Мы очень много времени тратим на то, чтобы до какой-то точки доехать. Лучше просто знать ориентир, примерно в эту сторону ехать. И что по дороге попадется, все по кайфу. Где мать постоял, у него уже слуховой аппарат. Что? Близ Сабон нужно возвращаться сюда. Знаешь, вот с Лизончиком приехал вдвоем на недельку. Здесь все посмотрел. То есть никогда? Ни хрена не успели. И просто сейчас поедем вдоль берега по нашему маршруту. Сходят три страны и все. Да, а еще у нас минус один человек, который просто куда-то уехал. И мы не знаем где, у нас нет связи, у него нет рации. Он боялся потеряться, все. Короче, как обычно, первый день комом по магазинам, по ремонтным мастерским для велосипедов, затариваемся продовольствием. Вот смотрите, у кого-то не закрыт еще багаж, можно подсмотреть, что они взяли. Вот бананчики там, помидорки, яблочки. Эти вот чехлы у тебя боковые прикольные, смотрите. Ну да, это немецкие, это ходовые такие, в Германии все пользуются. Да, вот у нас у Эверта такая штука прикольная. Водонепроницами получается, да? Да, да, да. Вообще ништяк. Две боковые. Ты налегкие, налегкие смотрю, да, вообще? Ну да, да. Немного вещей. Ну почти. Вот просто давайте сравним, смотрите, вот Эверт красавчик, смотрите, просто красава. Поворачиваем камеру вот сюда. Грубо говоря, вот у Эверта раз, два, у нас еще верхняя часть идет, сверху палаточка еще. Огромные просто белые штаны, все забитые. Огромные мешки еды, тут салатики. Проверим связь с Лизончиком. Лизя-джан, Лизя-джан, вызываю тебя, как у тебя там дела? Упсан-джан. Халя-ля. Вау, Вася-джан, я тебя вижу. Все, связь работает. Мы думали, что мы много взяли, но нет, ребята сходили в магазин. Андрюха с Женей, значит, затарили. Японский магнитофон, вот это они затарились. Суп, что ли? Венище, бомж-стаканы, колбаса. Чего там только нет? Гороховый суп. Гороховые супы. Ой, это очень вкусный салат там. Маша его в кафе. Это вы только на одну ночь взяли, да? На одну ночь? Мы можем позавтракать планировать. Это сейчас наполнено. Да, вот это Моша салатик, смотрите. Нью-Йоркер называется. Едем мы сейчас на мыс Рог. Ехать нам примерно там 32-35 километров. И там уже заночуем. А Лиссабон, к сожалению, остался у нас в таком формате. Все сломано, все чинились, ремонтировались. Но слава богу, мы хоть выехали. Все. Я настолько отвык от формата велопохода, что вот уже такая небольшая горочка, подъем в городе Лиссабон. Я тупо уже сдох, понимаете? Это вообще жесть. А еще ехать 14 дней. Вот и наши любимые подъемчики начались. Все что делают? Все идут пешком и все мокрые. Это всего лишь Лиссабон. Капец, даже с города еще не выехали. Хочешь заниматься спортом, не забрасывайте себя. Сейчас я вот себя забросил. Сейчас схожу страдаю. Давай, 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 дружок. Еще чуть-чуть. И, о, Лиссабон с высоты птичьего полета открывается. Пригорода Лиссабона. Вот это подгончик нам сделали дороги. Можно прокатиться вниз ветерком. И не крутить педали вверх. И мы только-только вот почти уже выехали с города. И у Лизы прокололо заднее колесо. Короче, мы с собой взяли каждому по две запасные камеры. У Лизы две запасные. Вот одну мы сейчас сразу ставим, чтобы время сейчас не тратить на заклейку камеры. Ставим новую, а камеру уже прохолоту заклеим в лагере. У нас ребятки работают как в Формуле-1. Только остановились, они уже туда поставили колесо. Видите? Просто на скорость работают, как будто сдают экзамен. Ремонтная мастерская выездная. Я для тебя контент снимаю. Вот колесо прокололи. Чтобы у тебя выпуск был не скучный. Мы еще в гребаном Лиссабоне, который мы даже еще не посмотрели вообще. Не знаем, что в нем есть. Декатлон есть. Мы даже тупо из него выехать не можем. Нонсенс, ребята. Два прокола в одном месте оказывается. У Виталика заднее колесо тоже проколото. Не так сильно, как у меня. Просто мы никуда не отъехали. Мы здесь. Это видео уже можно назвать «Выбраться из Лиссабона любой ценой». Капец. Очереди заменили, мне заменили камеру. Едем дальше. Вот он, Лиссабон на закате. У нас реально целое велосипедное войско. Сейчас дожидаемся остальных. Мы все время переживаем какое-то расстояние. Кто отстал. Быстренько всех ждем. Все войско собирается. И топим дальше. 30 км до лагеря. Просто посмотрите, насколько вытягивается наша велосипедная колонна. Нам просто почти занимает всю вот эту улицу. В длину, короче. Вообще в начале был вариант поехать на электричке. Но мы не поехали. И нам сейчас осталось 26 км до нашего лагеря. Что вам 26 км? Дима, уже темнеет. Ты не понимаешь? 26 км. Ты не понимаешь? Начинается. Электричка сэкономит 6 км только. Еби ему. 6 км. Что потому что? А мы едем отсюда. Вот сюда. А электричка едет вот так вот. Хуяк на эту станцию. И туда. Нам надо будет на велике. А мы едем сразу туда. А где больше подъем? Вот здесь или вот здесь? Да, кстати. Это очень важно. А то может быть здесь паром. Если мы сэкономим 6 км вот этих вот, это будет дохера как вообще важно. Ребят, у меня нет с собой 3D карты. А у меня ты много организовал поездку. А я вам сказал, что в программе распиздяйство и запущено. Мы зашли в магазинчик затариться. Не выдержали исходить. Майонеза, блядь. Я еле нашел в этой стране мазика. Видишь это в штуне? А что за майонез? Это самый дешевый в штуне. Майонез с майонезом. Мы уже в щицы просто. Пусы мы явно. Все, он запах. Блин. Мы уже в щицы и берем еще в догоночку Бранко. И кальдо де карне. И кальдо де карне. Это она берет. Шикарное мясо взял Димон. У меня тоже такой неплохой наборчик. Мощненькие. Мягкие булочки и колбаска. А? Блин. Ты мазик купил? Мне в нос выстрелил. Майонез Махеев. Махеев, да. Кальво. Майонеза, майонеза. Понимаешь, марка майонез, майонез. Так, наша одежда начинается. Мы сзади пропустить булочку с колбаской. Только противородие сделал. Тякую, что весь день просрали. Сейчас ночью нужно будет нам ехать 20 км. До мыссорок. Друзья, мы все еще в этом долбаном городе. До сих пор пытаемся с него выбраться. Я уже просто не могу реально. Я очень много не снимаю. И поэтому вам, наверное, не полностью передается атмосфера. Вот эти бесконечные серпантины вверх, вниз они просто вымораживают. Сильный, очень холодный ветер. И все внутри потеет. Но несмотря на это мы надеваем сверху кофточку теплую. И внутри получается такая, знаете, паровая баня. Все испаряется, никто не выходит. А сверху шлифует холодный ветер. Неприятные ощущения, короче. Но мы двигаемся дальше. Нам еще километров 20 осталось. Все поднимаемся сейчас. Видите, там фонари позади горят. Друзья, мы наконец-то выбрались. Выбрались из этого города. Небольшой перевал такой у нас. С видом на ночной город. Вон там вот остался. Значит у нас помимо того, что ЗОЖ и спорт. Нам ехать 23 километра осталось. Димон, значит, наяривает колбаску с булочкой, запивает венцом. А Эверд? Виски. Виски скволы. Вообще красавчики. Димон наяривает хамончик во время опять очередной остановки. Как тебе вообще начало? А это не начало для меня, это уже... Конец. Я уже бывал, я уже бывал, нет. Я здесь уже 4 дня. Настоящие туристы в Португалии берут цирка Мамбер и прямо так его кусают. Облик португальский. Просто закуска. Знаешь, когда санкции в России называют? Нет, Мамбер я не очень... Все, заканчиваю, сейчас облизывается ночной. У тебя все устраивает? Немного сбились с план, и в дальнейшем мы плана этого не придерживались. Ну, короче, в принципе, все наши левопоездки, которые были, они были более распланированы, чем это. Есть небольшой момент в том, что люди готовят велики очень плохо. Вот Катерина что делает? Она молодец. Она вот который год уже берет велик чужой, на нем ездит. А в плане его обслужить, ну то, чтобы поменять запчасти туда-сюда, это вот херушки. Ну, типа, я там кому-то сказала, он посмотрел, типа великок, я поехал. А в итоге, получается, что? Катерина приехала, блядь, первый день, сука, мы еще никуда не поехали. У меня велик сломался. Что мне делать? Дело в том, что, ребята, велик, короче, который вы привезли сюда в велопоход двухнедельный, ну, когда он ебанулся через десять дней, когда он сломался, это хорошо, это нормально, это значит, что вы ехали все эти, все эти, мать ваша, сука, десять дней вы ехали. Но когда вы выехали из аэропорта, проехали километр, и у вас навернулся велик, это значит, что вы занимались подготовкой на уровне, типа, я мудак, я забилки. Лизон, мы с тобой два мудака, у нас сегодня два колеса лопнуло. Нет, колеса лопнуло, другое дело. Не повезло нам сегодня просто. Да. Виталик, не види, види. А что, он пьяный тоже валяется? Да. Пьяный велик Димона он валяется. Стоп, стоп, стоп. Одинокий велосипед, все такие стоят. Велик валяется пьяный, это значит, его ветром уронило. А готов он охуенно. Хватит вечерних баек, мы тут просто заехали в магазин, который называется «Жамба», затарились еще немного водой, которую все уже выпили. И нам еще осталось чуть-чуть для нашего кемпинга, который мы где-то сейчас поставим. Как вы думаете, почему мы остановились? Какие ваши догадки? Давайте вот, три секунды на раздумие. Лиза снова проколола гребанное заднее колесо. Запиши, пожалуйста, фразу Лиза проколола гребанное колесо без слова гребанное. Лиза проколола колесо снова. Заднее, опять. Все слова гребанное. Никогда не говорите гребанное. Сейчас знаешь просто, что узнал? Ты просто не представляешь. Саша, он записался в велопоход, он не смотрел выпуски, он не знает тебя, не знает меня. Ну, если ему девочка сказала, что вот чуваки типа, вот чуваки там типа поедут, Португалия, Марокко, классно, запишись. Даже Диматика не знал, да? Он вообще ничего не знал, понимаешь? Вот ты попал вообще во полной программе. Он, наверное, едет, я просто представляю. Понимаешь, у него нет картинки, как там Дима нажрался в первый день. Немножко не готов. Смотри, он туда. Это Димон отдыхает, лежит на велодорожке. Основное ощущение то, что я неправильно подготовился. Очень много лишних вещей. Не взял бухла, да? Не-не-не, бухла у меня с собой. Кружок очумелой ручки. Мы только что поняли, почему у Лизы прокалывается колесо. Короче, вот эта вот штука, которая антипрокольная, которая находится внутри в колесе. Антипрокольная. Да, антипрокольная. Она загнулась, короче, и просто тупо резала колеса. И мы сейчас скотчем ее делаем по лайтове, чтобы она такая мягкая была. Это только мужчин у нас в команде, всего 4 девочки, и все чинят всегда. А это надзиратель. Следит за выполнением. А вот это вот просто... Это вообще, это Дмитрий Джан. У нас, значит, тут загорает. Постабильнее съемку. Господи, как младенец спит. Почему? Как младенчик лежишь тут. Дима, мы доедем сегодня? Да, просто... Почему у меня заднее колесо прокалывается? Медрю сейчас показываю, как он наедет. Медрю сейчас. Медрю сейчас. Медрю сейчас. Медрю сейчас. Медрю сейчас. Медрю сейчас. Так, ночь продолжается. Лизон снова на коне. Все поставили, все заменили. Сегодня какой-то день весь против нас. Вот отъехали, только поставили колесо, у Антона слетела цепь. Димончик параллельно отдыхает вот на остановочке. Лех поспать чуть-чуть. Все ждем Антона. У нас небольшой привал здесь. Димончик опять лег на схемеечку поспать на остановке. Кайфует человек. Сколько он вина выпил, Димон, Антон? Ну, три бутылочки. Три бутылочки. Для начала. Вот, первый день, первый день, нормально. Сейчас приедем. Все, приедем, еще три возьмем, да? Сейчас мы преодолеваем какой-то перевал. Вообще серпантин очень тяжелый, уже, наверное, час. Забираемся наверх, уже просто все слезли с великами, пешком идем. Вообще все идут пешком, просто все. Я даже не знаю, существуют ли такие слова, которые смогут передать сейчас состояние. Мне кажется, ты просто идешь, короче, уже не можешь говорить. У тебя вырубают, ты хочешь лечь спать. Тебе еще нужно идти или ехать. Все, на что тебе хватит сил. Ты весь мокрый, потный, приходишь в конце. На место, до которого мы добираемся. И ты ставишь палатку и весь потный и мокрый ложишься спать. Потому что там по-любому нигде будет помыться. Вот такие вот впечатления. Наконец-то, ребята, начался спуск. Все, мы спускаемся вниз. После затяжного подъема обычно должен быть затяжной спуск. Все в тумане каком-то, смотрите, мы как будто в облаках находимся. Задувается туман, облака и очень холодно. Мы все мокрые. Нажимаю еще. Вообще облака мы. Все живы пока. Куда Сайлент-Хилл. Итак, друзья, мы добрались до мыса Рог, Португалия. Маяк, вообще мощнейший ветер. Не знаю, слышите меня, надеюсь, там. Охрененно. И вот здесь мы там все встали. И вот там, прямо вон там обрыв. Материковый, блядь, Европа, сука. Я не все делал. И прямо за великами вон там обрыв. Вы же ничего не видите. Видите, такой туман. Просто туман там, а океан, волны. Мы с утра встанем, все это дело посмотрим. Короче, вы смотрите, прямо возле маяка. Вот здесь вот нашли место такое. Света очень мало, но собираем прям при сильном ветре палатки. Все восстанавливаем. Сейчас будем спать, ложиться. Все, восстановили мы лагерь. Ну, это, конечно, жесть вообще полная. Здесь мощный ветер. Палатки просто сдувает к чертям. Мы еле-еле к нам уснули. Привязали к велосипедам. И спим с видом на маяк. Такая атмосфера у парней тут в палатках. Ужин, который сегодня купили днем еще. Достойный ужин. Такая красота. Сверху вешается фонарик. Получается такое освещение. Как мини-квартира, короче. Вот так отходишь. Здесь уже наш лагерь. Все подсвечивается. И вон там маяк. Так, ребята, мы проснулись. Начался новый день, о котором мы вам расскажем в следующем выпуске. Уже готовим себе есть, горелочки газовые. В общем, лайк-косик заряжайте. Пишите комментарии обязательно про это путешествие. Что вам вообще, как оно. Катаетесь ли вы на великах. Нравятся ли вам такие форматы путешествий. А мы с вами увидимся уже в следующем выпуске. Пока-пока. Продолжение следует.